Кусь за Сэндволкерс на свете Чандор Ульмина. Здравствуйте. И мы решили попробовать напасть на босса игры. Ой, а он перемещается. Он перемещается. Припасы плюс припасы, да? Вон припасы раскиданные. Так я же говорю, припасы плюс припасы. И вон сзади еще кактус. Кактус, да. Тут есть дозорная башня. Там еще много карты. Да. Я не знаю, как мы с ней будем драться. Я серьезно, я не знаю. Мне кажется, мы умерли. Извините, ребят, но на этом закончилось. Скок в хапе. Здесь бушует непогода. Буря заставляет каждого из персонажей терять 2 единицы счета в начале хода. Спасибо. 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 Минус к воде. К воде. У нас воды как раз нету. Нет воды. Единственное, чего у нас нету. Физа, правда, жесткая. 12 единиц урона. Цель получает усыпление. Хруст наносит всем врагам в линии 7 единиц урона. В линии это вот так? Видимо, да. Воздухом получает помеху. Приносит 10 единиц счета. Помеха снижает наносимое урона 50%. Наносит врагу 15 единиц урона жидкости. 50 хп, 20 щита. Вопрос. Как это убить? Как убить? Единиц физического урона. Цель. Во, кстати, по щиту. На самом деле по щиту нужно забегарить. Потому что там физуха, потом не очень хорошо. Так убивает цель. Ха-ха. Открытая рана, правда. Тоже хорошо. Ну что же физуха? Ну там следующая атака. Кто у нас следующая атака? Он может воздухом быть. Воздухом. Кстати, нормально воздухом бьет, да? Нуляшка. Физуха 0. Сколько, сколько это по щиту? Огонь 0. Физуха 50% лишит. Сколько, сколько по щиту? 18. 18 по щиту. Кут 10. А где еще там сильная? Не, 18 это у него останется. Останется, думаешь? Да, 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 да. Однозначно, да. Ладно, 15. Останется 15. Останется 16 и усилит следующую атаку. Давай, наверное, вот это по усилению атаки, чтобы хотя... Там потом девочка пойдет. Тут будет минус 10 щита. Это жестко. Потом девочка, которая, скорее всего, поставит блокировку. На кого-нибудь. Ну, он сейчас будет атаковать. Либо себя полечит. Я понимаю. Он сейчас будет атаковать. То есть следующий, кто атакует, это вот этот. Он атакует огнем. Да. Ну, такое. На самом деле, то на то получается. По-моему, даже вот так выгоднее. Нет, подожди. Что? А, нет, все. Все правильно. Пока щит есть, надо пигарить. Бахнуло. Что? Ау. Ау. Это он эту штуку применил. Здесь щита применил? Погоди. Погоди, он два раза, по-моему, ударил? Да. А почему он два раза ударил? Не знаю. А почему он два раза-то ударил? Видимо, босс у закона не писан. По щиту сильно пробил. Ну, я что-то не понял. Короче, ладно, не важно. Так, надо снижать его урон на постоянку. Снижает наносимый урон на 50%. Обязательно. Но у нас вариантов нету. Нам надо снижать ему. На постоянке должно быть это. Дальше. Мы можем пробить его менталом достаточно сильно. Сначала закошмарить, чтобы менталка по нему сильнее стала. А потом кошмарить его сильной менталкой. Давать дополнительный щит, пока я не рискну. Кошмарим пока что. Здесь щит пробился уже. Ну, потому что его хватит. Снижает урона огнем. Можно себе щит накинуть и накинуть щит в целом. Лечилки, либо вот этому товарищу. Давай вот так сделаем. Лучше вот этому. Здесь снижает наносимый урон на 50%. Поэтому им лучше, в принципе, не бить. Зато он может открытую рану дать. И потом менталист у нас просто дофигища урона менталкой нанесет. Может, да. Очень сильно может. Наверное. Если это так оно работает вообще. Сейчас посмотрим. Опять он это фигарит. Да почему ты два раза-то бьешь? Почему ты бьешь сюда? А, два хода. То есть он два хода у него. Я понял, да. Это неприятно. Это супер неприятно, я бы даже сказал. Так, шипы выдать. Здесь, в принципе, еще есть на следующий ход. Ментальный урон. Лучше мы менталистам же ахнем. Лучше мы менталистам. Лучше наложим шипы, чтобы здесь шипы вернули. Потому что он хейтит прям жука. Сильно. И теперь менталист. Если меньше нуля. Вот, у него минус 50%. Останется... Почему такой маленький урон-то? 25 щита будет. А мы щит пробьем сегодня или нет? Мы щит не можем пробить даже. Здесь пока не можем. А, где он сколько нанесется? Да нифига, 3 урона нанесется. Крадет 50%. Давай. О, давай. Давай. Сюда. Забираем. Так. Становлять здоровье использую. Ну, в целом, можно так-то. Ну, что такое? Дваивает урон пока щит. 5 щита останется у него. Не так много. Менталка. 3 щита. Нет, 10 щита останется. Воздух. Ну, вот это останется 5. По змее. Не надо! Не надо! Не трожь змею. Змея еще нам нужна. Пока что. Так. Минус 50%. Останется опять 14 щита. Стоп! Так, стоп! Оставалось 5. Он 15 щита накинул себе. Я не знаю как. Я понимаю, но... У него менталка. Сейчас минус 50. Если менталка... Почему 6 единиц урона всего лишь нанесет? Маловато. Не знаю. Здесь 4 единицы урона вообще нанесется. Кошмар. Еще увеличит уязвимость? Не знаю. Можем посмотреть. Давай посмотрим. Нет. Нет. Жаль. Реально жаль. Своровать больше нельзя? Нельзя? Можно. Можно. Давай воровать. Давай воровать. Я бы вот сюда поставил. В случае чего сюда перенесся урон. Это да. Лазой. Кого-нибудь прикрыть. И лазой его же прикрыт. Урон будет в нее, но перенесется на него, а он не полазан. Не надо. Так. По счету опять-таки. Опять 10 останется. Я думаю, надо брать сосалку. Он именно теперь поэтом убьет. Угу. Какая умная фигня. Чем мало бьет менталист наш. Броне союзника. Получаем физический урон сниженный 50%. Дает броню, кстати. Он броню даст. Да. Себе же. Может. Будет хорошо. Именно броня. Угу. Это правда хорошо. Так. Здесь мы можем украсть щит опять. Можем наложить щит. Лучше украдем. Украсть 11 щита. Конечно. Украли. Теперь это тебе бы 11 щита пробить? А у нее менталка, да? М-м-м, да. Эта менталка на самом деле не так плохо, но, видишь, маловато. Почему 6 останется? Я не знаю. 5 урона, 11. Я правда, ребят, искренне не понимаю. Смотрите. 6 единиц ментального урона. Значит, у него должно остаться 5 щита. Наоборот. Плюс у него, у него минус 50. То есть мы должны еще больше нанести. А получается наоборот. Что-то не то. Может, оно по хп так бьет? А по щиту так не бьет, я не знаю. Я тоже не знаю. Не по няня. По комменталку так. Надо щит снести. Хороший. Вот. Мы наконец-то начнем бить хп ему. Тут останется. А первым там, где он. Только первый остается. Поехали. Пробили. Внезапно 13 щита у него. Порядок. Здесь была защита. Здесь пробился вот этот на самом-то деле защитник. И еще одна защита есть у нас. Вроде бы есть у него минус. Что? Как это? Что? Смотри. Ему щит даешь. Ему щит дает. Как это? Я не знаю. В смысле? Почему мы бьем по своим? А. Это то, что он будет делать. А-а-а. А что, мы в курсе, да? Вот теперь в курсе, видимо. Откуда? Он будет бить вот этого, вот этого. И, ага, хорошо. И щит. Этот накинет щит тогда на этого. Это не проблема в целом. А-а-а. Так, хорошо. Мы тогда... А откуда мы это знаем? Мы тогда накинем... Ну, накинем тогда вот так. Да, но у нас варианта нет. У нас мы слабенькие в целом. Можем вот так. И надеюсь... А слон сможет пробить 7? Нет. Слон не будет пробивать 7, вообще не будет он пробивать 7, потому что он сделает вот так. Еще. Пробиваем чуть-чуть, но пробиваем. Прямо по чуть-чуть, откусываем. Вот, слушай, он правда ударил. И еще 10 щит сверху. А, он же собирался... Ну ладно, видимо два удара по этой линии. Так, мы восстанавливаем ему. И дадим шипу. Либо мы лазу. Отменять следующую атаку. Лучше лазу выдать пока. Потом мы полячим. Здесь защита еще есть. Хотя надо было посмотреть, что будет делать он. Мы пока не знаем. Пока не знаем. То есть мы в следующий ход узнаем, видимо. Нет. А, уже знаем. Он будет бить опять по ним. Обязательно так. Ну, хорошо. Хорошо. Я понял. И будет 25 щита у него. Пробить не можем нифига. Кошмар же его не кошмарит. Может быть щит накинуть все-таки тогда полезнее будет. Плюс броня. Тем самым снизит урон. Броню, в принципе, на всех накидать. Надо своровать. И еще 50%. Это... У него останется 7. По-моему, Богомой пробивает. Тула, по-моему, пробивает. Тут идет 7. И плюс еще урон покидывает. И плюс мы воруем щит, что неплохо. То есть он именно ворует себе щит. Тула, по-моему, он пробивает. Видишь? Пробивает. Чуть-чуть. Пробивает, но... Что за нелепая битва, господи. Мы откусываем. Не съем так, понаткусываю. Это да. Так, хорошо. Теперь мы... Может, чтобы Тула больше нанес... Что мы будем дальше делать? Ой-ой-ой-ой. Ходы поменялись. Да, ходы поменялись. Это из-за вот этой штуки, видимо. Либо за вот этой, либо за вот этой. Ну, возможно. Потому что я у того... Нет, видимо, из-за оглушения. Ядовитый выстрел сейчас будет. По вот этому. Пойдет. Вообще пофигу. Окей, нас это устраивает. А после ядовитого выстрела неизвестно, да? Ну, непонятно. Так, мы полечим и дадим шипы. Порядок. Здесь защита нас устраивает еще. Если одна атака точно по нему, то даже если вторая будет, ну, как бы окей. Мы терпим. Менталист может либо пробить, до девяти снизить. Маловато. Лучше слон потом заберет щит. Угу. И жахнет наш богомол, как обычно. А здесь мы выдадим защиту так, на всякий случай, на будущее. Ну, такой вопрос, жахнет ли богомол. Жахнет. Вот оно жахает. Так. Что, крадем? Крадем. Как обычно. Охрабители, ребят. Да, все дело о храбителе. Охрабят щиты. Если остатки, то сколько будет длиться битвы, не знаю. Щиты, правда, сносятся. Видишь, я тебе говорю, богомол, он теперь в конце выходит. Ну да, и что? Он же походил. Он сейчас не походил. Ты им сейчас не походил. А что значит в конце ходит? Ты видел? Ну, я вижу, что скоро сядет. Значит, он после походил. А, да. И он не походил, походил сразу вот этот. Да, переместился, да, неприятно. Ход пропустил. Это из-за вот этих бафов. Бафы у нас никто не может снимать, видимо. Да. Нету никаких в этом снятии бафов. Я лазу дам. Стоп, а что он будет делать? Что делать-то будешь? Непонятно. Слона бить. А что, потом бить? А может, можно я посмотрю? Что? Это никак. Вообще никак. Никак. Я не понимаю. Нижние. По какой цели? Вот. Он будет по первой бить вот этим. Плюс оглушение. По первой. 12 урона. Это плюс оглушение. Оглушение у какой атаки? Это первая. Это первая. Ядовитый плевок. Хорошо. А второй атакой он будет 15 урона бить вот по этому парню. Перенесется на этого. Нет, не перенесется, кстати. Мы тогда лучше ростки поставим. Надо как-то опять пробивать эти щиты. Тонну щитов. Я не знаю, как это пробивать. Слон украдет десятку, а толку? Вот и вина толку. Сделаем так. Пускай семерку украдет. Слон. Воруй семь. А здесь пробиваем опять-таки. Ой, ребята. Короче, это жесть. Прошло 15 минут, а мы снесли только. Кропаль. 10% наверное. Теперь он вот сюда жахнет на 15 по этой девочке. Урон перенесется сюда. А потом он жахнет вот сюда. 12% будет пробивать. Я так понимаю, это линия, да? Нет, это не линия. С оглушением. Это будет ядовитый выстрел наверх. А здесь ядовитый плевок. Плевок. Сюда плевок, а сюда выстрел. Щит постоянно у него. Постоянно он еще жует. Кстати, можно сейчас щиты напробивать. Как? Да, может. Он уже 5 всему. Да. Давай. Давай бить. Бить морду ему. Тогда нужно... Может мы ядом сможем его убить? Я не знаю, бьет ли яд щит. Может он через щит бьет, а может нет. Давай попробуем. У него есть один яд. Угу. Ну что? Можно выдать броню кому-нибудь. Например, себе. Стоп, он жахнет, поэтому это перенесется сюда. Это не воспринимчивость к оглушению и исчезает в конце следующего хода. Сейчас слон не походит. Да. Мы можем, конечно, жахнуть и снести щит ему. Даже нанести урон немножко. Да. А потом еще и этот нанесет. И этот нанесет. И этот нанесет, да. Буду хорошо, если бы он очень... Да, бля, он вся в том, что по нему жахнут сейчас, а у него брони нет. Никакой. Лучше броню выдать. Без вариантов. Хоть сколько-нибудь. Во! Хороший урон. Что-то введа полный. 42 хп. Стоп. Да. Он будет жахать сюда. Змеюка ходит. Он будет жахать сюда по ней. Причем он пробьет ее. Показано, что пробьет. Хотя на ней защита стоит. Ну, это же показано. Можно еще ему яд накинуть. А потом будет бить по нему. Можно еще яд накинуть, да. Две единицы урона прошли. У нее хп. 24. Но она выживет в любом случае. Мне непонятно, почему он ее пробьет, потому что он ее не должен пробить. Ну, это показано без учета, видимо, бафов. Он будет бить тогда по этому и вернет 50% урона. Когда-нибудь эта битва закончится. Это да, когда-нибудь. Но он все-таки жахнул. Да, он пробил по нему и... Ага. Но я не пробил, видишь, щита остался. Хорошо, хорошо, хорошо. Щит пробивать бесполезно. Но мы можем поднять щит, что неплохо, потому что щиты у нас заканчиваются. Плюс 9. Либо нанести все-таки дополнительный урон. Что в следующий ход будет? Это в этот ход все еще. Это еще и этот ход. Следующий ход мы пока не знаем. А нет, это уже следующий. Он ударит по ней и он... Надо защиту ставить на девочку. Надо. Ставим защиту на девочку снова. Хорошо. Это нас устраивает. Теперь мы жахнем лучше менталкой. Даже пробьешь. Пробью, пробью. Хотя это зря. На самом деле. Потому что мы меньше урона сейчас нанесем. Урон воздухом. 6 урона воздухом. 5 урона воздухом. Высасывание. Высасывание мы и так взяли. Урон огнем 5. Воздух. Лучше всего 6 урона воздухом получается. Угу. Так. Здесь как бы пофигу. Щит ей так-то не нужен. Ей именно. Потому что мы все личные защитники. Менталкой жахнуть. Я бы хотел попробовать яд настакивать. Ну, давай попробуем. Что он будет делать? Он в нее бьет. И потом... А потом бьет у слона. То есть два раза по слону и, кстати, жестко ударит. Сильно ударит. Мне кажется, лазуна выкидывает тогда уж. Слон вытерпит. Да. Тогда я... Два стака теперь. Пойдет. Слон. Слон, поднимай щит, пожалуйста, слон. Вот уж тебе точно нужен щит. Нанесся урон. Не заметила. По-моему, он жахнул сюда. А не по слону. Угу. Сейчас он по этой линии пойдет. Воздухом. Плюс по этому. Так, у него 15 щитам. По менталисту. 15 щитам. Это значит, что он сделает. Это следующий ход у нас будет вот так. Угу. Часть щита украдет. А потом он еще накинет щит. Ну, это такое. То есть менталист последний, видишь? Там хоть и богомол написанный, показанный, но он не будет ходить. Да. Заново начался. Панцирь тогда лучше накинуть на слона и не париться. Пока разбираемся так. Дальше мы продолжаем накидывать яд. Давай посмотрим, сколько у него хп сейчас. 35. 35, хорошо. Украдем щит. Он теперь в конце ходит. Внезапно. А потому что ты яд ему накинул. И статки, видимо... Видимо. Я не знаю, как она считает. Я тоже не знаю. Как они, кстати, считают. Так, по вот этому он, кстати, жахнет сейчас. Он жахнет, я тебе говорила. Что по менталисту ударит. Давай тогда щит дадим. Менталисту и броню, в том числе. Броня у всех есть, уже хорошо. Вот, можно в щит попасть. Можно попасть в щит, и мы пробьем его. Прекрасно. И чуть-чуть урона, да. Сейчас надо смотреть, сколько хп. 31. Ну, скорее всего, он уже прошел урон. Да, скорее всего. Он в начале хода, по-моему, проходит. Так, литургический яд. Поехали дальше. Вот как бы он напишет, что в конце хода, но на самом деле оно в начале хода съедает хп. Ой, все написано так хорошо, то, что ничего не понятно вообще. Так и на верхнюю линию он потом жахнет, к слову. Это нехорошо. У нее перенаправление в слона. Да. Можно у всех перенаправление в слона сделать, на самом-то деле. А можно так? Я не знаю. Давай проверим. Я боюсь, потому что если мы скинем... Давай не будем. Нельзя. Оно скидывает. Да, скидывает. Ну, тогда ладно. Мы зато это выяснили, правильно? Угу. Щит не пробьет. Щит не пробьет, да. Пусть хотя бы стреляет. Минус двадцать. Яд дает двадцать. Убавляет двадцать. У него минус двадцать. По статье сильно. Сильно побили здесь. Очень сильно девочку побили. Она тогда должна быть подбедительным надзором. Все, только она. Только она. Этот как-нибудь выживет. У него и здоровье много. Шестьдесят тысяч. Если бы. Да. Если бы шестьдесят просто. Броню. Ой-ой-ой. Смотри, как... Куда он будет бить? Опять сюда будет. Две вверх. Два раза он будет бить наверх. Пусть себе тогда панцирь накинет и радуется жизнь. Он два раза будет бить. Восстановить себе. А может сама себя? Может. Отлично. Хоть чуть-чуть полечится. Продолжаем пробивать щиты. Почему восемь? Пять единиц урона огнем. Удваивается, если у цели есть щит. Восемь. Восемь урона. Что? Почему? Ну почему? Я не знаю. Не спрашивай меня. Я правда не понимаю, ребят. Обе атаки перенаправил слон. Надо заново ставить защиту. И мы не можем ничего другого сделать. Сейчас в слона будет чисто. Только слон? Да. Только в слона будет бить. Тогда лучше украсть щит. Согласен. Там 13 щита. Сюда. Дайте, пожалуйста. Так. Правда, поэтому тоже будет пробиваться. Поэтому тоже будет пробиваться. Скорее всего, да. Менталист. Может накинуть дополнительный щит, чтобы меньше урона нанеслось тогда. Ну, раз пробиваться. А, стоп. Это по слону уже было. Я думал, по нижней линии. Только слон. Прошло уже 25 минут. Да. Мы еще даже до половины хп не добрались. Яд накидываем? Продолжаем накидывать яд. Яд, кстати, накидывается. Накидывается. Уже минус 40% ходов. Минус 40 ходов. Хорошо. Но при этом он ходит все равно. Я поняла. Яд в щит пошел сейчас. Да. Яд пошел в щит. Что следующее он будет делать? Он будет пробивать нижнюю линию и потом по девочке. По девочке. Девочку нужно защитить. Нижнюю линию. Ну, давай тогда... Вот этого поставим. Защиту. Его точно не пробьют. Вот этого, конечно, пробьют. Но ничего страшного. Переживет. Неприятности. Он переживет девочку. Девочка. И девочка накидывает яд. Продолжает. Уже 6. Когда-нибудь мы закончим эту битву, действительно. Но не сегодня явно. Не в этой серии. 22. Да надо закончить эту серию. На этой битвете. Так, накинулось, накинулось. Все вроде порядок. Да, он жив. Он жив. Немножко хп не хватает, но пойдет. Жив почти цел. Он будет опять бить эту девочку. Снова. И опять по нижнему ряду. Да, это билет нижняя линия. Тогда накинем ему. Ему явно нужно. Теперь слон украдет у него щит. Украдет сколько? Лучше украсть и выстрелить. Да. Лучше наносить урок. Смотри, он украл 7. У него осталось 7. Еще раз. Скажите, он украл 8. 8 получает. Видимо. 50% ворота. Да. Ого! 7 урона там прошло. Порядок. Мужики терпят. Да. Так, что делает? Опять бьет девочку и нижний ряд. Да ты задолбал бить девочку. Ну серьезно. Ну не души. Хватит ее бить. Ладно, слон крепкий. И выживет. Это мы лучше выдаем. Слон. Защити нашу женщину. Ты бедная. По лицу только так огребает. Давай яд накидывать. Сколько у него хп? Крати. 14. У нас 8 яда. В принципе, богомол. А, он не прострелит. Ничего страшного. Бам! Пробили хотя бы. Пойдет. 18. И только одна единица урона. Боль. Я уже чувствую, как ему больно. Господи. А, бьет по слону и потом по верхнему ряду. Угу. Угу. Этот выдержит. Пофигу. А вот слона я бы защитил. И слон украдет. Давай украсть защиту. И... Кидать яд. Яд кидать, да. А потом богомолом пробить щит. И он просто должен... Ну, хоть чуть-чуть умереть. Хоть чуть-чуть умереть? Ну, чуть-чуть хотя бы. Ну, он, видишь, почти умер. Почти не считается, к сожалению. Э, да. Так, хорошо. Дальше. Да? Нет, не хватит. Я надеялся добить его. Так, кто у нас ходит? У нас слон не ходит вообще. Уже не ходит. Стоп, а по кому он ударит? Это плохо. Почему слон не ходит? Ну, потому что, видимо, глушон. Видишь, глушон. По девочке щит. По девочке щит, да. Отлично. 5 урона как раз ей нанесется. Будет в ноль. Хорошо. Так, дальше мы... Еще яд. Еще яда можем накинуть в целом. По кому-то урон еще проедет по этому товарищу. Накинь яд все-таки. И попробуй им немножко щит пробить. Да, я думаю, что пробьет нормально. И мне даже, наверное, не хватит. Нет, хватило. Яд зимба. Получили ядовитую железу. Для... Что... Что неудивительно. Для перевозки этого хрупкого мешочка пришлось принять особые меры. Он ни в коем случае не должен порваться. И все. И ради этого мы сюда пришли. Поздравляю, ботаник. Тебе удалось посадить новое дерево и сделать бесчисленные открытия, которые пойдут на благо Уванда и МКА. Конечно, это был только сон. Всего лишь намек на то, что ждет нас в будущем. Настоящий мир там, за деревьями. Полон таких сюрпризов, что его образить нельзя. Ты готов? Все, закончили. Видимо. Собрано воспоминаний, показано. Спасено знаний. Выжившие караванщики 5. Хорошо. Поздравляем, вы завершили сон в рае. Конечно, это было всего лишь начало. Вы можете снова пройти его с другими персонажами. Например, с охотником Мантилисом. Или гидромантом Флавеном. А можно выбрать? Ой. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии, имя, адрес электронной почты и хотите принять участие в бета-тестировании. Ну, вообще-то мы и так должны получать. Ну, давай сделаем. Все, отзыв отправили. А новый поход, он реально будет с новыми пацанажами или нет? Сейчас посмотрим, ребят. Так оно работает или нет? Может, выбрать можно? Может, выбрать можно. Ну, а если выбрать нельзя, то смысл? Не знаю. Поздравляю, то, что вы теперь на английском языке. Внезапно. В финальной игре будет больше... Да! Да, можно составлять команду, видишь? Ой, ну тогда прикольно. Не-не-не, тогда прикольно. Ну, хорошо. Может быть, еще разок тогда сбегаем, да? Ну, для начала, конечно же, поблагодарим наших дорогих, замечательных бустеров. Потому что только благодаря им-то, собственно, и выходят все наши видосики. Спасибо большое этим замечательным товарищам. Присоединиться к их числу, вступить в семью. А семья это главное. Можно по ссылке в описании. Под любым видосиком в описании ссылочка на бусте. Переходим и подписываемся. Продолжение следует...